Всем привет! Сегодня у нас очередной эксперимент под микроскопом. Посмотрим, убьет ли отвар гвоздики, настоянном на оливковом масле, печально нам известного клеща Демодекса. Казалось бы, гвоздика обладает антисептическими свойствами, а оливковое масло может усилить ее эффект. Но что скажет нам об этом микроскоп? Клещу кажется все равно, но давайте разбираться. Перед началом хочу предупредить, что я не биолог, не медик, не паразитолог. Все эксперименты проводятся исключительно не за любопытство. Повторять их дома не нужно. И если у вас есть проблемы с кожей, то обязательно обратитесь к специалисту. Погнали! Кстати, пишите в комментариях, какие еще вещества проверить на этих микроскопических монстрах. Может замочим клеща еще в каких-то экзотических веществах. Жду ваших идей. Приготовление отвара. Тут все очень просто. Размолол гвоздик в миксере. Это была большая ошибка. Смешал с оливковым маслом. Отправил на водяную баню при температуре 50-55 градусов. Варил 2 часа. Остудил и процедил через малю. Все, отвар готов. Во время приготовления гвоздики в масле, мой миксер немного пострадал. Возможно это хорошо. Теперь у этого миксера есть вечная пропитка гвоздикой. Запах теперь приятный, если не учитывать, что я теперь не могу отмыть эту колбу от гвоздики. Если вы знаете, как отмыть колбу от гвоздики, поделитесь, пожалуйста, этим секретом. Эта колба стала мутной. Поехали дальше. Почему я эти компоненты выбрал? Гвоздика содержит эфганол, обладающее антисептическими свойствами. Оно убивает микробов и некоторых насекомых. Но как насчет клещей? В одном из видео мы узнали, что отвар убил клещей за 2 часа. Ну а микробов за пару минут. Ну а сейчас мы смешаем молотую гвоздику с оливковым маслом и глянем, что у нас получится. Оливковое масло богато оксидантами и может замедлять окислительные процессы. Оно также используется в косметике и медицине. Но поможет ли нам в борьбе с клещами? Скоро узнаем с вами, что происходит при смешивании. Масло вытягивает из гвоздики активные вещества, создавая мощный настой. Теоретически это должно быть сильнее обычного водного раствора. Но это все теория и мы с вами проверим это на практике. Давайте поищем клеща. Вот он, наш герой Клещ Де Модекс. Здоровый, бодрый и готов к эксперименту. Отправляем его в гвоздичную масляную ванну и начинаем отчет. Клещ пробыл в отваре 7 часов и не умер. Ну может он просто решил расслабиться. Сперва показалось, что одна его сторона перестала шевелиться. Как будто отвар все-таки подействовал. Но нет, через какое-то время ситуация поменялась. Теперь замерла другая сторона. А первая снова зашевелилась. Такое ощущение, что он просто переворачивался, устраиваясь поудобнее. Может это эффект масла, ну или у него просто такой стиль движения. Клещ явно не торопился на тот свет. Может ему даже нравится такое лечение. В общем, клещ не помер. Вот 7 часов в ванной провел, вот какой и был, такой и остался. Почему я в этом ролике не тестировал отвар на микробов? Оливковое масло не смешивается с водой, в которой живут микробы. А это значит, что я просто не увижу эффекта. Масло будет плавать сверху, а микробы останутся внизу. Поэтому на бактериях такой тест проводить бессмысленно. Но если у вас есть идеи, пишите в комментариях. Может придумаем какой-то способ, чтобы проверить масло на микробах. А сейчас хочу вам показать клеща при увеличении 2000 крат. Используем для этого иммерсионное масло. Клещ жив, масляный отвар гвоздики не убил его даже за 7 часов. Единственное странное поведение, это поочередная потеря подвижности сторон. Возможно, это какое-то замедленное воздействие этого отвара. Пишите в комментариях, как вы думаете, почему это происходит? Итак, выводы. Отвар гвоздики в оливковом масле не убивает клещей. Возможно, он даже им нравится. Клещ показал странное поведение. Частичная потеря подвижности с изменением сторон. И в этом эксперименте пострадал миксер. Смотрите, какая колба мутная. До сих пор гвоздикой пахнет. И главный вывод. Демодок снова победил. Ну что, эксперимент закончился не так, как хотелось бы. Но зато мы проверили новую гипотезу. Теперь вопрос к вам. Что еще протестировать на клещах? Стоит ли проверить другой способ извлечения эфганола из гвоздики? Может, протестируем масляный отвар на микробах? Если придумаем, как это сделать. Жду ваших идей в комментариях. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. И увидимся в следующих экспериментах. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!